Монтаж металлочерепицы Участок Подготовили для вас Покажем как мы монтируем Здесь мы выполняем на этом объекте Полный комплекс Подшивка карнизов софитами Монтаж водостоков Боковых планок И там есть Яндовая Участки Тоже мы вам объясним как Итак дорогие друзья Я забрался наверх Сейчас на лесах стою Один лист металлочерепицы Крайний у нас уложен Сделаны боковые планки Начну с самого начала Вот у нас есть участок Алексей да я пройду Начну с того что Здесь мы наращивали карниз Здесь был маленький карниз Удлиняли его на 30-40 см Выравнивали стропила И по стропилам натягивается Гидроизоляция В нашем случае это Ютафол Мы взяли ее для холодных помещений Потому что это беседка Значит Ну она будет в перспективе Закрытого типа там Пластиковые окна вставят И так далее Но все таки это уличный вариант Сделали бруски для продыха Для металлочерепицы И обрешетка Важная часть Смотрите Для металлочерепицы По осям обрешетки По центрам Она должна быть 35 см Это вот Ширина металлочерепицы От волны до волны 35 см И она должна Да С первой обрешеткой Даем мы 20 см Да Алексей ты давал По осям Нет Если доска 150 см Даем 10 см Если доска 110 см Да То есть Фишка в том Что По технологии Каждый саморез Мастер не должен Не думать Не гадать Он идет Под волну Для этого И устанавливается Эта обрешетка Не как попало Там саморез Здесь Там выходит Если не контролировать Зазор А именно Вот сюда Под волну И получается саморезик В тени этой волны будет И Кровля будет Как бы лучше смотреться И прижимать Потому что Вот Если вы обратите внимание Разрез Сбоку металлочерепицы Она Момент Который прижимается Он как раз В той области Под волной И здесь Она идет Так сказать Ступенькой Поднимается Опускается За счет этой волны То есть Если мы будем Саморез делать В середине Это неправильно Не герметично Значит Так Потом Расскажу Особенности Как мы Кроем Почему Есть два способа Когда вы установили Первый лист Второй лист Нужно либо Накладывать сверху Либо Подсовывать В нашем случае Мы будем подсовывать Это Облегчает То есть Этот лист Под этот Мы подсунем И Закрепленный лист Своими волнами Он уже будет держать И мастеру легче Контролировать Какой-то зазор Где-то подвинуть Подсунуть И закрутить саморез Если вы Будете класть В накладку Допустим Начнете наброс С другой стороны И листы Будет приходить в накладку То лист Будет постоянно съезжать И это как бы Будет сложнее Еще скажу Что металлочерепица Имеет вот Желобочек Небольшой Вот Тоже это фишка Элемент Чтобы вода не перетекала Если что-то там Подымется Она спускалась вниз Ну что Алексей Давай Начнем монтаж Сейчас подсунем Вот 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 она Легко Один человек Наш мастер Подсовывает Ее в зазор Все Сейчас он Окончательно Отрегулирует Вот Как вы видите Саморезы Все Вкручены Под волну Они Незаметны В принципе Пока Алексей Крепит лист Я расскажу Немножко О водостоке Вот Мы сделали Водосток Вместо Карнизной планки Мы используем Сами мы гнем На станках Такой элемент Это специально Чтобы вода Или снег Здесь будет глыба Не перехлёстывала Значит Через Желоб В ту сторону То есть Оставалась И здесь Такая агрессивная среда Здесь будет снег Постанавливать Вода Прокапывать То есть Это защищает Корниз С кровлей Чтоб капли Не висели Там снизу С другой стороны Желоба Вот Ну Здесь понятно Здесь осталось Довольно простое Алексей Фиксирует саморезами И Два последних края Он не закручивает Почему Потому что опять же Следующий лист Будем подсовывать Туда И потом Когда Подсунем Он Будет проходить И этот И так же Следующий Оставлять Два листа И так Да И закручивая саморезы В принципе Нужно Делать Усилие Когда Недовертывая Прям Чтобы Резиночка Покажу Крупная Если Сильно Перетянуть Она начинает рваться Прям Вдавливать Допустим Мощным шуруповертом Начинает На куски Так Регулировать усилие Что она Вжалась Расширилась Закрыла Это Отверстие И Остановиться На этом Если Еще Добавить Два Оборота То есть Не нужно Чтобы Эта шайба Докасалась До металла Теперь Дорогие Друзья Хочу Вам рассказать О Яндове Есть Участок Яндове Как она Устраивается В нашем случае Мы гнули на станке Сами Значит Смотрите Ни одного гвоздя Она крепится Не должна Забита В нее быть Есть Климера Видите Такая вещь Забивается Здесь И он Крючком держит И она фиксируется Она не уйдет Ни вправо Ни влево И отверстий В этом важном элементе Кровли нет Значит Далее Комплектация Металлочерепицы Предусматривает Да И Кстати А зачем Вот этот бортик Загнутый Два сантиметра Очень Очень Важный элемент Если вода Стекает с этой части Кровли Она Под металлочерепицу Упирается Бьется в этот Отбойничек И идет вниз Если вы сделаете просто Ровный лист Значит И вода Будет Есть такая Значит угроза Может перескочить И попасть на пленку То есть этот Бортик обязательно Он как бы Что с той стороны Что с этой Он как бы Еще под металлочерепицей Контролирует Чтобы вода не перескакивала Далее мы Есть специальный уплотнитель На клейкой ленте Вот видите Там защитная пленка Мы сдираем его И приклеиваем Вдоль Яндовы И потом когда Металлочерепица Вжимается Да Принимает форму Вот эти все Округлости Вот Там под ней тоже Вот резиновая Резиновая Не резиновая А значит Поролоновый Уплотнитель Это дабы Снег не наметал Ветром туда Никоим образом Чтобы не Перескочило Да Туда вовнутрь Как то не попал Тоже Такой элемент безопасности Важнейший Ну вот Устройство Яндовы Вот стык Такой запас Сколько мы сделали Сантиметров 20 Тут Ну в воде Тут нет шансов Значит Ну Какой то Какую то неровность Обреза Компенсирует У нас будет накладка Сверху Декоративная Она этот участок Закроет В принципе будет Давайте посмотрим Вот я пришел В эту связку Вот соединяются Две яндовых Вот Видна уже накладка Декоративная Сверху Она просто Для красоты Чтоб Ну Закрыть Вот эти углы срезов Вот Этот участок Уже покрыт Здесь я просил оставить Дабы Снять съемку Вот мастер свел на коньке Две яндовые Тут тоже будет конек Конек Перекрывать На сантиметров Двадцать Со всех сторон Ну Даже если он прокапает Видите Мастер Мастер как сделал Все эти части То есть водичка будет И туда и сюда Попадать Вот Расскажу немножко Наша задача Входила Увеличить фронтоны Потому что они Здесь почему-то были Очень маленькие Там сантиметров Десять Мы наращивали фронтоны И И в длину И по бокам Ну по бокам проще Это можно сделать Обрешеткой А здесь Нужно Добивать Добавлять стропилы И в нашу задачу Входит Вот подшивка Софитом Здесь тоже будет Фронтоны решено Покрыть Софитом И все Весь дом тоже Подшивка Под софитом Водосток Вот здесь баня Тоже она под пленкой Укрывочным материалом Пока Значит Тоже Весь комплекс сделан Осталось только Покрыть Ну я снимаю Боковой фронтон Потому что Был минимальный вынос Тут захлестывал Вот на столбы Сейчас Человек хочет В конечном итоге Ну застеклить ее Вот такие у него планы Вот Устройство Боковой Планки Значит Тоже По желанию Заказчика Он захотел Красным металлом Подчеркнуть Значит Ну Не Коричневым Не фризовой полосой Не софитами А Значит Красным металлом Желание заказчика было Вот мы То что и исполнили Теперь К дому Не к дому К бане К бане Смотрим Вот Ну И У Заказчика Ну Заказчика У Заказчика Подшито Подшито Софитом Полный Комплекс С Другой С Стороны В баню Хочу показать вам Вот Подшитый Софит По Периметру Здесь Выровнять В горизонт Не представлялось Возможным Желание заказчика Было Оставить Как Есть Под Желобом Видите Исполнена Нами Карнизная Планка Она Туда Заходит Под нее Софит Прикрывает Линию Среза В общем Вот Такие Работы То есть Баню Мы уже Подшили со всех сторон И В Работы Входила Обшивка Дымохода Металом Металом И там еще остался Старая флюгарочка Осталась Ее тоже мы будем Переделывать Снимем И сделаем свою Пошире Вот Ну вот Видите Как подшита Подшита Дымоходная труба Металл Заходит За ближайшую волну Металлочерепицы Таким образом А задняя часть Будет заходить Под конек То есть Где будет Все соединение На замках Вот Такие работы В принципе Исполняет Наша компания Я считаю Тут небольшой объект Но ответственный Потому что все Внизу На виду Надо делать Четко Аккуратно Тоже с этой стороны С другой Баней Мы зашли Тоже Вот такой же Перечень Водостоки Подшивка Осталась Металлочерепица Но это самое простое Ребят на самом деле В металлочерепице И как я показал Вот Покрыли мы участок Два листа Крутить саморезы Ну Выставить лист Выровнять Конечно очень просто И Как мне говорят Некоторые заказчики А что там такого Обезьяне покажи И Намекай на то Что Недорогая вид работ Да конечно Когда у тебя все Выровняно Выставлено И Монтировать металлочерепицу Одно удовольствие Так вот Самое большое Время занимает Подготовка Выравнивая Потому что крыша Должна идеально Быть ровная Все стропила Потому что металлочерепица Сразу даст Это Заметит Если где-то у вас там Балка просела Или еще Сразу будет видно Уже тень солнца Бросать Значит Вывести обрешетку Все выровнять Подготовить Все края А уж потом Конечно Самое простое И приятное Видеть чистовую работу То есть Выкрыть металлочерепицу Самое Многое время Занимает подготовка Именно все Сделать в соответствии И так На этом я В принципе Заканчиваю Репортаж Надеюсь он был Интересным Информативным Для вас Так сказать Азы кровельного Дела Вот И Жду ваших Комментариев Отзывов Не забывайте Ставить лайки С вами был Марус Алексей Компания Кровмонтаж До новых встреч До новых встреч Продолжение следует... Редактор субтитров